1, 2, 3, 4 Всем добрый вечер. Вот мы с Солей вышли на прогулку. Это доходный дом в Веге. Постройки 1912 года. Мариинский театр. Крюков канал. Так вот, Петербург. 9 часов вечера. Скоро белые ночи. Вернее, они уже белые ночи. Вот такая вот архитектура. Такие вот атланты. И дом в таком готическом стиле. Ну, собственно, Питер славится своими каналами и экскурсиями по рекам и каналам. Вот ходят такие вот катера. Неудобно снимать с руки, непривычный такой формат. Продолжаю осваивать. Как во многих городах, в Питере можно встретить синагоги и другие религиозные общины. Вот такая вот синагога на Лермонтовском проспекте. Со своей архитектурой. Такие вот ворота. Вот, и что мне понравилось. Здесь вот витражи будут. Сейчас покажу. Вот витражи. Витражи. Так, а это у нас с улицы декабристов. Сейчас пойдем где-нибудь присядем, поедим. Уже время полдесятого. А что интересно, нам сегодня очень часто попадаются зоомагазины и всякие ветоаптеки, ветеринарные клиники. Обычно в Питере они встречаются, но сегодня прям очень часто. Вот так же сейчас уже вечер, я думаю, сейчас я сменю оптику, поставлю сигнал 16 мм, потому что фотографии уже получаются такие четкие. И такое времяпровождение и ведение блога очень хорошо подходит для отвлечения от обычной будничной рабочей суеты, потому что неспешная прогулка, фотографии очень перестраивают обычное течение жизни. И это помогает отвлечься. То есть, ну, идешь, никуда не торопишься, останавливаешься, фотографируешь, что-то рассказываешь. Пока это, может быть, не очень хорошо получается. Думаю, со временем это все придет. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Так, сейчас мы идем на 6-7 линии Васильевского острова в кафе Marketplace. Мы в нем уже были, а Питеру их несколько, ну, примерно 8 кафе. Но были мы конкретно в этом, на 6-7 линии. Хорошее заведение, типа братьев Кроваевых. Вот, и вот здесь вот есть такой вот Андреевский собор. И это улица, интересная тем, что здесь есть такая вот аллея из елок. Вот такой вот вид вечернего Питера, Андреевский собор. И вот там вот есть фонтан, позже я его вам покажу. Так, вот он фонтан, ну почему-то не работает, видимо мы отключили, вода есть, а фонтан не работает. Питерский магазин фототехники. Подходим к Marketplace. Это заведение, скорее всего, похоже на Грабли, чем на Кроваевы, потому что тоже такая же большая раздача, сейчас все увидите. Добрый вечер. Здрасте. Здесь, что хорошо, заказ можно делать через приложение. Сказали, что приложение уже не работает, работают по открытой кухне, поэтому сейчас берем подносы и идем на раздачу. Вот мы взяли на двоих ужин, получилось 1330, стандартная цена. у меня сборный салат, можно сделать салат самому, набрать, стоит он 229 рублей, у нас две хозяйки рыбные, картошка, рис, Ольге салат весенний, редис, огурец, вот и еще сходим за натистами, так вот мы поели, взяли еще два чая, это имбирный и мята с мородой, в среднем получается чек 1500 рублей, за 2 чая 416 рублей, а ну 1700 получилось, средний чек для кафе, и сейчас я поменяю объектив, так как вечер, поставлю сигму 16 миллиметров, за какой-то чехол ко мне пришел с алиэкспресса, прямо в среду, ну буквально перед отъездом пришел заказ, дошел быстро, за 2 недели, да, ссылка, наверное, будет точная, ссылка будет в описании, и вконтакте, и на ютубе, за какой-то чехол, здесь сигма помещается, отлично помещается, толстый, прочный, вот, напомню, настройки все в авторежиме, сейчас поменяем объектив, и посмотрим, как он себя будет ввести, и так, вот мы поменяли объектив, сейчас стоит сигма 16 миллиметров, я фрагма 1.4, настройки в авторежиме, вот ISO 250-160 прыгает, сразу видно, что намного ярче стало, так, Коля в кадре, пока доедает, выдержка 1.30, я снимаю на 30 кадров в секунду, ну, собственно, разница видна, вот, и вот он, штатный объектив, 16-50, вот, он хорош для дневной съемки с рук, в том числе, и для фото съемки, так, как у него переменная фокусная раскресенье, ну, для расширения возможностей необходимые светосильные объективы, так, что будем дальше тестировать, сейчас я вам немного покажу данное заведение, оно работает до 11 часов, сейчас до закрытия осталось 15 минут, поэтому мы сейчас будем собираться уже, так, вот он, маркетплейс, есть летняя терраса, вот, иногда, сдача, и, да, напитки, бар, а, кстати, здесь вот есть памятник Мюнхгаузену, вот такое вот оформление, истерок, крыжек, и другой кухонной утвари, вот он, памятник Мюнхгаузену, питерский закат, так, это у нас станция Василия Островская, фиркуске, митрополитанский, с вами, вот такими вот функционными дверями, на станциях, то есть, они сделаны, для того, чтобы, как многие думают, превзращать от катастроф, и так далее, типа Нева там разоверствует, или все что-то, на самом деле эти двери сделаны для удешевления строительности станции и оформления потому как оформляется центральная только часть и не тратится материалы и деньги на оформление путей оформление стороны путей все на самом деле эти двери совсем не герметичные через них как сказать никакой такой естественной защитной функции так вот открываются закроются двери двери закрылись, желтый свет погас и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok